Привет! Аркаш, извини, у тебя нет насоса? У меня колесо подключил. Побежи, чтоб не убежал. Его называли Микки Нож, Джо Кровавая Рука, Конан Варвар, Аттила Предводитель Гуннов. Сам он называет себя со спокойным достоинством Сергей Сергеевич Елгазин. Три года назад он уже был таким. Я должен сказать, что у нас работают лучшие корреспонденты, какие только есть в Санкт-Петербурге. Первый же сюжет, который сделал Сергей, блистательно открыл перед ним стезю тележурналиста. Но, увы, накрепко закрыл дорогу в петербургский дельфинарий. И не только нашему герою. Три года подряд при слове телевидения сотрудники дельфинария вспоминали эти горящие глаза. Я им звоню, говорю, можно у вас снять там дельфины? Такой хороший сюжет. Они говорят, нет. Я говорю, почему, что такое? Вы знаете, к нам вчера приезжал Сергей Елгазин из «Сегоднячка». Вы знаете, что он про нас снял? Вот что снял тогда Сергей. В новом петербургском дельфинарии отпущенный в свободное плавание деревянный породил чудовищное явление – дельфинацию рубля. Дельфинация заключается в том, что все рыбные базы закрыты и рыбоядным дельфинам нечего есть. Со свойственной ему решимостью и нелюбовью к полумерам Сережа взялся за спасение веселых и добрых дельфинов. Иными словами, если сегодня, к 17 часам, проблема с рыбой для дельфинов не решится, они начнут погибать. Рыбу в дельфинарии везли фурами, отправляли посылками. Сардобольные бабушки несли котомками. Рыба портилась и пахла. Звонили чиновники. Общество спасения на водах устроило перед стенами дельфинария пикет протеста. Увы, пастыри дельфинов этого не оценили. Он не перестарался, он сказал совершенно нелепую вещь, потому что дельфины никак не погибли через два дня без рыбы. И вот три года подряд, несмотря на все уверения многочисленных телевизионщиков... Я другой, я не елгазин, я хороший. Ни одна телевизионная нога не ступала на бортик бассейна с дельфинами. Но мы рассказываем это вовсе не за тем, чтобы с завистливой ехицей ткнуть Сережу носом в тухлую рыбу трехлетней давности. Сегодня Сергей снял трубку и позвонил в дельфинарий. Ну, как обычно, как же это называется-то? Будем брать штурмом. Таков уж Сергей Сергеевич. Микрофон на голову, камера на перевес, оператор на коротком поводке провода и со скрытой угрозой в голосе... Здравствуйте, я приехал извиняться. Можно директора? За это время дельфинарий переехал. Умные, скромные, добрые ученые дельфины грациозно резвились в уже другом бассейне под восторженные визги других маленьких петербуржцев. Остро пробивали своими точеными телами прозрачную воду и ловко подкидывали тренера прямо к мячу. А Сергей внимательно смотрел на дельфинов. Вот если честно, мне кажется, что они еще более худые стали. Зуркий глаз Сергея Елгазина всегда нацелен на любой оттенок несправедливости. За ведущие коллеги даже сочинили про него злую шутку. Наш Сережа везде найдет обиженного. А если не найдет, сам обидит. Я приехал к вам извиниться. Ну, слава Богу, это, конечно, неожиданно для нас. Это даже подарок какой-то. В честь трехлетия нашей программы. Три года прошло с тех пор. Ну, вот видите, говорится, через три года что-то. Что случается через три года? Я не помню. Обещанного три года ждут. Но я вам не обещал извиняться. И, конечно же, дельфинарий простил. Дружный смех преодолел трехлетнее отчуждение и растопил застарелую обиду. Когда три года назад снимали сюжет, у меня была мечта, которую не удалось осуществить, потому что мы спешили на тот самый первый эфир. Очень хотелось искупаться с дельфинами. Можно? Ну, я думаю, сейчас уже, после вашего извинения, наверное, мы вам предоставим такую возможность. Да вы что! Оу! Сергей не был бы собой, если бы хоть раз отказался непосредственно накунуться в события. Он быстро сдернул сначала футболку с именем любимой программы, потом шорты, потом носки. И на мгновение, явив миру свою антиноевскую красоту и мужественность, очертя голову, бросился в бассейн. И никто не догадался, как сильно на самом деле боялся дельфинов Сергей, и как сильно боялись Сергея дельфины. Потому что и тот, и другие знают, что такое работать профессионально. Редактор субтитров А.Семкин